Воу, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Та-та-ра-та-та-там, let it snow, let it snow, let it snow. Ребята, у меня снова для вас сегодня новогодний макияж. Всем приветики! Сегодня новогодний макияж не простой, а золотой, можно было бы сказать, но нет. Сегодня я хочу сделать макияж с вот этой вот замечательной палеткой от Pat McGrath Bronze Seduction. Недавно у меня было первое впечатление на эту палетку. И я думаю, мало мне, мало, там такая гамма просто. Вы что, сумасшедшая, как не сделать новогодний макияж с этой палеткой? Конечно же, да. Ребят, еще у меня такая задача передо мной поставлена, сделать макияж со всеми оттенками из этой палетки. Фух, я надеюсь, у меня это получится. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, поехали макияжиться. Итак, ребят, сегодня на нашей телепередаче «Новогодний макияж» будет присутствовать вот такая вот цветовая гамма. И сегодня я планирую, конечно же, попробовать все оттенки из этой палетки нанести себе на глаза. Я надеюсь, у меня это получится. Как обычно, как всегда, я начинаю с базы под тени. Ребят, сегодня у нас широкая тушевка, такая размашистая, мощнейшая просто будет. И я надеюсь, получится бомбический макияж, потому что я, вы не поверите, выгуляю даже этот макияж. Мне затем ехать на работу надо. Так что выхода нет, придется делать красивый макияж. Для начала я беру вот такую вот пудру от «Хен». Набираю на большую пушистую кисточку немножечко. И немного просушу базу под бровью и в складке века. Достаточно. Вот совсем чуть-чуть слегка, чтобы просто упростить себе жизнь немножечко в растушевке. Затем беру большую пушистую растушевочную кисть. Кисточка грязная, потому что этот макияж я делала на днях как раз-таки. И набираю вот этот вот светло-коричневый оттеночек. Наношу его в складку века. Я так одновременно и плотненько набиваю оттенок. И растушевываю его. Оттягиваю хорошенечко хвостик. Сегодня не стесняемся. Прям так щедренько оттягиваем, девочки. Подтушевываю границы. Затем я беру вот такую вот маленькую плоско-пушистую кисточку и набираю вот этот баклажановый оттенок. На самом деле я вам уже так проспойлерю немножечко. Этот баклажановый особо видно не будет, потому что, ну, его как бы предполагается тушевать через эти коричневые оттенки в этой палетке. А он не тушуется, он превращается просто в нечто, знаете, оттенка мокрого асфальта, в нечто темное просто. Потому что он соединяется с коричневым, в котором есть желтый оттенок. А этот баклажановый, он больше такой, как чернила. Значит, он сделан на синей базе. И когда вот смешивается, собственно говоря, синий оттенок с желтым, получается зелень. А так как это еще не чистые оттенки, а в них еще добавлена куча цветов, то просто получается, естественно, грязь. Поэтому, как бы, я даже не знаю, зачем этот баклажановый здесь, но он, в принципе, способен затемнить макияж, по сути дела. Даже если он превратится в черный оттенок, то это все равно затемнит наш макияж. Так что я его добавляю на внешний угол глаза. Прям вот ближе к ресничному краю. Также этот оттенок наношу на нижнее веко. Он будет хорош, если его растушевывать через какой-то розоватый оттенок. Тогда, да, тогда у меня бы не было никаких претензий. А так как это баклажановый, в котором нет вот этой вот краснинки-коричневинки, то, конечно, с ним, ну, не сложно, а просто как бы, ну, это как по мне. Вот я не вижу в нем смысла. Именно в данном сочетании. Так, подтушевываю его здесь. Ну и по логике вещей нам нужно выйти в средний оттенок. Средний оттенок здесь просто темно-коричневый в этой палетке. Вот он, собственно говоря, ну, вот этой плоско-пушистой кистью я и буду набирать этот темно-коричневый и тушевать уж через этот оттенок. Я начинаю опять-таки со внешнего уголочка глаза, чуть ли не поверх. Вот видите, он соединяется немного с баклажановым и получается просто такой темный оттенок. Сероватый какой-то. Черноватый. Добавляю его в складочку. Хорошенечко его оттягиваю вот сюда вот к височку. И прохожусь этим темно-коричневым по нижнему веку. Ну, видите, собственно говоря, этим темно-коричневым я практически перекрыла этот оттенок баклажана. Вот. Потому что он какой-то, знаете, это темно-коричневый, даже как будто бы темнее, чем баклажан, мне кажется. Беру предыдущую пушистую кисть и предыдущий оттенок, собственно говоря. Я прохожусь по тушевке, смягчаю все-все-все границы. Готово. Наберу этот оттенок баклажана. Пройдусь им еще раз по нижнему веку. Он, знаете, добавляет как будто бы что-ли такой прохлады, какой-то нейтральности этому коричневому. Ну, короче, не совсем прям бестолковый оттенок, конечно. Но есть у меня вопросики, да. Окей, в принципе, матовая форма у нас готова. Теперь, ребят, лепим, конечно же, сияшки. Как это без сияшек? Для начала я беру вот такую вот синтетическую скошенную кисточку, просто потому что мне будет удобно ею сейчас красить века. И набираю красный оттенок из этой палетки. Наношу этот оттенок вот так вот по диагонали. Захожу на матовый немного. Вот у меня получается такая диагональка. Поэтому я взяла такую скошенную кисть. Ею как бы немножечко удобно это делать все-таки. Наношу дальше до середины века. Если где-то неровно что-то, вот здесь вот ничего страшного, потому что там у нас дальше будет следующая сияшка. Затем беру кисточку с темно-коричневым оттенком. И немножечко это все стушевываю. Уже на палец я набираю вот этот вот зелено-розовый дуахром. На самом деле на веке, конечно, этот дуахром ярко не проявляется, потому что это, знаете, что-то больше похоже на какой-то топпер дуахромный, на какие-то спарклы без цветной подложки своей. Точнее, без цветной базы. Наношу этот оттенок там, где сначала чистая у нас века, без красного цвета. И остатки я стушевываю на вот этот вот красный. И вот, казалось бы, красная сияшка и зеленая сияшка. Валь, ты куда лепишь? Но в сияшках это можно. И вы посмотрите, как прикольно получается. Реально очень необычно и приколдесно. Набираю еще и еще. Захожу на красный. Если вам мало, допустим, красного, конечно же, никто не мешает набрать немного на кисточку и пройтись поверх даже этих зеленых сияшек. На нижнее века у меня тоже тут собрано целая куча всего. Я беру вот такую плоско-пушистую кисточку от My Destiny и набираю вот этот вот такой шиммерочек. Я бы даже и шиммером это не назвала, а все-таки сатином. Набираю щедро на кисточку, потому что он тяжело набирается. На палец он лучше набирается. Наношу на середину нижнего века. Начинаю от этой точки. Я набираю вот этот вот золотой шиммер. Также набираю щедро, потому что так плоховато набирается. Наношу дальше. Ближе уже ко внутреннему уголочку, на нижнее веко, я набираю вот это вот такое красное золото, какое-то, либо розовое золото. Даже не знаю, как этот оттенок назвать, насколько он необычный и красивый. Набираю на маленькую кисточку. Наношу вот сюда, прям вот прокрадываясь ко внутреннему уголочку. Затем на обратную сторону этой же кисточки я набираю вот этот вот спаркл. Желтый такой, яркий, прям золотистый, точнее. Ой, я от него тащусь просто без ума. Наношу его на внутренний угол глаза верхнего века. Стушевываю вместе с дуохромом. Оттушевываю вот сюда вот вверх в тушевке коричневой. И на самый внутренний уголочек щедро прям втаптываю, прям приклеиваю к базе. Черным карандашом я хорошо прокрашиваю верхнюю слизистую. Залажу в межресничку. Затем я хочу во внутренний уголочек глаза нижнего века на слизистую добавить вот такой вот золотой карандаш от Вайкон. Это номер 22. Вот сюда вот его прям добавляю щедро. Задумка может и дурная, но мне нравится. Затем я, видите, прокрасила до середины глаза. Затем я беру 102 карандаш от Ламель коричневого цвета. И прохожусь им по нижней слизистой, там, где у меня нет золотого карандаша. И так немножечко как будто бы соединяю золотой карандаш с коричневым. На вот такую маленькую скошенную кисть я набираю вот этот вот темно-коричневый. Давайте я смешаю темно-коричневый и баклажановый. И прохожусь по ресничному краю вдоль всего верхнего века. Ну все, готово. Останется только накрасить ресницы, приклеить ресницы и идти отправляться в пляс и встречать Новый год. Ребят, сейчас я закончу со вторым глазом и к вам вернусь. Итак, с глазами я пока что на данный момент закончила. Тональный крем у меня сегодня будет от Shiseido Synchro Skin Self Refreshing. Мой самый любимый тональный крем ever. Растушевывать его я буду вот таким вот спонжиком от Алекса Рудковского Mango. Консилер, конечно же, Tarte Shape Tape. У меня это оттенок 12N Fair Natural. Наношу под глаза, на подбородок, на спинку носа и лёб. Затем я беру кремовый стик для контурирования от Anastasia Beverly Hills в оттенке Fawn. Здесь не обращайте внимания, я замазываю прыщ, пускай немножечко подзастынет консилер. Наношу сразу же на сколы и вот этой вот попкой спонжика растушевываю. Пудрой от HEN я припудриваю зону вокруг глаз. Я её продолжаю активно тестировать, как вы поняли. Всё остальное лицо я припудриваю пудрой от Focalure. Затем я возьму скульптор от Affect. Это такой, знаете, больше скульптор-бронзер, но мне он нравится. Наношу. Затем я беру бронзер от Nabla в оттенке Ambra и наношу, собственно говоря, на зоны бронзирования. Конечно же, румяна. Беру также от Nabla в оттенке Lola. И, конечно же, хайлайтер. Я возьму хайлайтер снова от Jouer в оттенке цитрин. Контурингом от Focalure я себе отконтурирую носик. Почему именно этим контурингом? Потому что он более холодный. И, конечно же, на кончик носа и на спинку добавляю хайлайтер. Затем карандашом от Focalure я оформляю себе бровки. Он у меня в оттенке 0,4. И он очень хорошо подходит таким вот темно-русым девочкам. Ну, собственно говоря, как я. Или я светло-русая. Короче, русым девочкам. Осталось добавить под бровь хайлайтер. Я хочу взять из палетки вот этот вот такой легкий-легкий сатиновый оттенок. Хайлайтер, скажем так, подбровный. Ну и добавить, собственно говоря, его под бровку. Ресницы я приклею, конечно же, за кадром. Уже сейчас я беру карандашик от Vivienne Sabo в 102-ом оттенке. Прорисовываю контур губ. Затем беру свою уже любимую помаду от Pet Magrat в оттенке 1995. И, собственно говоря, прокрашиваю губы. Все, ребят, сейчас приклею ресницы, к вам вернусь, покажу вам макияж поближе. Вот такой вот макияж у меня в итоге получился. Я надеюсь, что он вам очень нравится так же, как и мне, потому что я сейчас просто без ума и в восторге. Давайте покажу, конечно же, вам его поближе. Если вы будете повторять какой-то из моих макияжей, обязательно отмечайте меня в Instagram. Я буду с удовольствием просто лайкать, с удовольствием репостить. Я обожаю, когда вы делаете мои макияжи. Ну, а у меня на этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Если вы новичок, жмите колокольчик уведомления о моих новых видео, пишите ваши комментарии. Ребят, напишите, как вы будете в этом году отмечать Новый год. Ну, а у меня на этом все. Всем пока-пока и с наступающим! Субтитры сделал DimaTorzok